Грузинская сказка Пашкунджи Было то или не было, в одной стране царствовал великий царь. У него было три сына. Царь был очень богат, но кроме всего богатства, драгоценных камней и жемчугов был у него еще большой прекрасный сад. В этом саду была яблоня. Росли на яблоне чудесные яблоки величиной шапку. Царь дорожил яблоней, как своими глазами, и сам не рвал яблок, и другим не давал. Но вот повадился кто-то срывать эти яблоки. Идут дни, а считанных царских яблок все меньше да меньше. Встревожился царь, призывает своих сыновей и говорит Дети мои, одна у нас яблоня в саду, и ту мы не уберегли. Как же мы царство наше убережем? Обворовывает нас кто-то, а мы не знаем кто. Надо подстеречь, поймать вора, узнать хоть кто он. Пойдите, постерегите, кто того вора поймает, тому и царство все оставлю. Решили царевичи караулить яблоня. Пошел старший сын, лег под яблоню и крепко уснул. Ночью пришел Дев, нарвал яблок и унес. На утро пришел царевич домой и рассказал, что ночью никто не приходил, что он всю ночь глаз не смыкал. На другую ночь пошел средний, и он тоже заснул. Пришел Дев, нарвал яблок и унес. Пришел на утро и средний брат, и тоже рассказал, что никто не приходил. На третью ночь пришел черед идти младшему. Взял он лук, стрелы и пошел стеречь яблоню. Посмеялись над ним старшие братья. — Ты-то уж наверняка поймаешь вора. — Никого не поймаю, так хоть сам живой вернусь, — сказал младший и пошел. Всю ночь глаз не замкнул, все вора поджидал. В полночь пришел Дев, влез на яблоню и стал срывать яблоки. Натянул юноша свой лук, пустил стрелу. Прозвенела, просвистела стрела и вонзилась Деву в самое сердце. Взрывел Дев, схватился за стрелу. Хочет вытащить ее, да не может. Свалился с яблони и суревом пустился бежать. Потянулся за Девом кровавый след. На утро пришел младший сын к царю и сказал, — Подстрелил я нашего врага. Надо теперь его выследить. Смеются братья. Встал младший брат и сказал, — Пойдите за мной, докажу вам, что не вру. Встали братья, вооружились и пошли по Девову следу. Идут и идут братья по кровавым следам. Довели их следы до большого камня. Дев раньше пришел сюда, поднял тот камень и пролез под ним в землю. Откатили братья камень и решили спуститься вниз за Девом. Впереди должен лезть Старший. Обвязали его братья веревкой и опустили его в Девово в логово. Услышал Старший, как ворочается и рычит Дев. Да как закричит! — Поднимайте меня! Поднимайте! Подняли его. Спустили теперь другого брата. И он закричал, — Поднимайте! Подняли его. Пришел черед младшего. Обвязали его веревкой и спустили. Зарычал Дев еще сильнее. Заворочался, но не испугался младший. — Спускайте! — Спускайте! — кричит братья. Спустили те веревку и вошел юноша в Девий дом. Сидит у огня старушка, мать Дева, и варит мучную кашицу. Подошел юноша и спрашивает, — Что ты варишь, мать? — Для кого это? — Сын у меня болен, для него варю. — А что с ним? — Подстрелил его кто-то. — Я научу тебя, как его вылечить, — сказал сын царя. — Скипяти котел масла коровьего и залей ему рану. Поможет. Поверила старуха, вскипятила котел коровьего масла и залила Деву рану. Протянул Дев ноги. Вытащил юноша свою стрелу из груди Дева. Убил старуху Девью мать и пошел осматривать Девья логово. Видит юноша в одном покое трех невинных под солнцем красавиц. Взял он всех их с собой и пошел к братьям. Подошел и закричал снизу, — Спускайте веревку. Спустили братья веревку и подняли старшую сестру. — Эту старшему, — крикнул сын царя. — Подняли среднюю. — Эту среднему, — сказал он. — Хочет поднять младшую, не идет одна без него. — Обманут они тебя, предадут, — говорит. — Раньше ты поднимись, а потом меня поднимешь. — Не соглашается он, — сказал он тогда красавица. — Что ж, если не веришь мне, знаю я, предадут они тебя. Послушаешь же меня хоть в одном. Останешься ты здесь, иди вон той дорогой. Войдешь в комнату, там две овцы. Одна белая, одна черная. Сядешь на черную — здесь останешься. Сядешь на белую — в подземное царство попадешь. Как помчится она в подземное царство, ты знай — приговаривай. Бабкина крыша мягкая, бабкина крыша ватная. Упадешь в мягкое. Подняли братья младшую, отрезали веревку, бросили ее вниз и пошли себе. А девушку с собой взяли. Загрустил юноша в девьем логове. Вспомнил потом об овцах. Пошел искать их. Нашел. Сел на белую овцу. Понеслась она в подземное царство. — Бабкина крыша мягкая, бабкина крыша ватная, — приговаривает юноша. И свалился прямо на мягкую ватную бабкину крышу. Встал и вошел в бабкин дом. А бабка старушка на один глаз слепая. Сидит и кашу ест. Подошел парень, сел со стороны слепого глаза и стал есть кашу. Съела бабка каша и удивилась. Все так скоро ее съела. Повернулась и видит, сидит юноша. — Кто ты? — говорит. — Сын твой, — сказал он. Обрадовалась бабка. Не было у нее детей. Оставила его у себя и стала ходить за ним, как за сыном. Вот однажды. Смотрит он. Просеяла бабка муку, стала и плачет. — Ты что плачешь, мать? — спрашивает юноша. — А воду-то всю Дэв захватил. Чем же мне тесто замесить? — Я тебе принесу воды. Подай кувшин. Не пускает старуха. Убьет тебя Дэв. Живым не отпустит. Не слушает юноша. Взял кувшин, пришел к реке, налил его доверху и хочешь идти. — Кто там? — закричал Дэв. — Здесь и муха не прожужит. Так все меня боятся. А тебя что привело? — Я твой гость, — откликнулся юноша. — Хорошо, бери, — сказал Дэв. — На первый раз, как гостю, прощу. Унес юноша воду, раздали всему городу воды по яичной скорлупе. Как кончилась у всех вода, взял юноша кувшин и опять за водой пошел. Услышал Дэв, закричал. — Кто там? — Это я, твой гость, — откликнулся юноша. Ничего не ответил Дэв. Унес юноша воду, раздал опять всему городу воды по яичной скорлупе. Да скоро кончилась она. Решил юноша сходить еще за водой. Вооружился, взял лук, стрелы и пошел. Пришел, налил воды в кувшин. — Кто там? — кричит Дэв. — Я твой гость. — Один раз гость, другой раз гость, а в третий раз — что за гость? — заливел Дэв и бросился на юношу. Стали бороться. Размахнулся юноша и всадил Дэва по колени в землю. Размахнулся Дэв, всадил юношу по колени. Размахнулся юноша, всадил Дэва по пояс. Размахнулся Дэв, всадил юношу по пояс. Выскочил тогда юноша, всадил Дева по горло Взмахнул мечом, отрубил Деву голову И пригвоздил голову мечом к земле Вернулся домой, никому ничего не сказал Только бабке сказал, пойди воду принеси Узнал весь город, что убили Дева Потянулись все к воде И люди, и звери пьют, перепиваются Кто прямо тут лопается, а кто домой дойдет и там лопнет Узнал и царь, что убит Дев Велел тотчас найти, кто Дева убил Собрался весь город, все его царство А все нет того, кто Дева убил Кто их привлет, скажет, я убил Поведут его к Деве голове, кто мечом к земле пригвоздена А ну, если ты убил, вытащи этот меч, скажут Никто меча не вытащил Не найдут и не найдут, кто Дева убил Сказал тогда царь А что, все ли здесь, что в моем царстве живут? Все, кроме одной только бабки Да одного юноши, названного ее сына, говорят Велел царь тотчас привезти старуху и того юношу Пришел юноша, выточил меч и сказал Что это он убил Дева Повел его царь во дворец и затеял пир и веселье Что ты просишь, чем тебя одарить за твою услугу, говорит Тай Останься у меня, все царство тебе отдам Нет, ответил юноша Я не здешний, я из надземного мира Если можете, отведите меня туда Это для меня лучший подарок А не можете, так хоть научите, как туда человеку пробраться Сказали ему Это только Пашкунджи может сделать Пашкунджи это фантастическое существо Полузверь, полупчица с телом льва и крыльями орла Встал юноша, вооружился и пошел к Пашкунджи А у Пашкунджи были птенцы Их всех гвели-шапи поедал Пришел юноша, видит, сидят где птенцы Один плачет, другой смеется Удивился юноша, спрашиваю Чему это один смеется и о чем другой плачет Тот, что плакал, сказал Я о том плачу, что меня сегодня гвели-шапи съест А тот, что смеялся, сказал А я смеюсь, потому что меня гвели-шапи только завтра съест И мне еще один день жить осталось Сказал сын царя Вы больше не бойтесь А почему это уж только я и тот гвели-шапи знаем Сел сын царя и стал ждать Вдруг потемнело все вокруг Сказали дети Пашкунджи, что это гвели-шапи идет Солнце заслоняет Взял юноша лук, натянул его И как подошел к гвели-шапи, пустил ему стрелу в самое сердце Свалился к гвели-шапи и испустил страшное зловоние Подобрал юноша к гвели-шапи Целая гора взгромоздилась Вдруг раздался гром и палил дождь Что это, спросил юноша детей Пашкунджи Это наша мать плачет, слезы льет Думает, что уже проглотил нас к гвели-шапи Спрятали птенцы юношу Пришла к гвели-шапи, видит живые птенцы, обрадовалась Кто вас спас, дети мои Кто, спрашиваю Если не съешь его, покажем, сказали птенцы Как же я съем того, кто мне детей спас Говорит Пашкунджи Покажите мне его Вывели птенцу юношу Обнимает его Пашкунджи Все ребра на раздельце кому переломала Провела потом по ребрам крылом И все опять заживила Я в долгу у тебя, говорит Пашкунджи Проси, все выполню, чего не пожелаешь Отведи меня в надземный мир, отвечает юноша Этим отплатишь мне за все Хорошо, говорит Пашкунджи Возьми побольше мяса Уложи мне на одно крыло А на другое сам садись И полетим в надземный мир Так и сделали Уложил юноша на одно крыло Пашкунджи Мясо на другое Сам забрался и полетели Повернет голову Пашкунджи Положит ее юноша в клюв кусок мяса И дальше летят Не хватило только одного куска Вырезал юноша мясо у себя из-под колена И отдал Пашкунджи О, какое вкусное мясо Воскликнула Пашкунджи Что это? А это мое мясо, ответил юноша Знала бы, что человечье мясо так вкусно Съела бы тебя давно, сказала Пашкунджи Провела крылом по его ране Заживила ее Садила юношу на землю Попрощалась с ним и улетела А юноша пошел к себе Много ли, мало ли он шел Дошел до своего царства Дорогой встретил он Сенопаса Сидит и плачет Сенопас Подошел сын царя и спрашивает Что ты платишь так? Как не плакать, говорит Сенопас У наших царевичей свадьба Младшего сына царя загубили А старший на его невесте женится Слушай, сказал юноша Дай мне свою одежду Бери сам мою Я их младший брат Пойду посмотрю, как они женятся Переоделся Сенопасом И отправился к братьям Сидит старший брат, радуется А во дворе все войско собралось Держат лук младшего брата Друг другом тягаются Кто его натянуть сумеет Никто тут лук натянуть не в силах Дайте лук моему Сенопасу Кричит старший брат Сам смеется Может он натянет Взял младший брат стрелу Натянул лук и крикнул В быка или в корову? Узнала невеста своего жениха Наполнилось ее сердце радостью Крикнула она В быка корова чем же виновата? Пустил стрелу младший И убил старшего брата Женился на своей невесте И стал царствовать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова